хеллоу всем привет сейчас я покажусь сейчас сейчас так называемый восьмичасовой эфир сегодня я начну с одной ночь новости для меня неприятный короче говоря на все мои сайты про них вредоносный контент как пишет мои хостинг провайдеры видимо что-то старых скриптах кросспостинг или что-то еще и короче говоря мой хостинг сами провайдер временно до устранение причин закрыл все мои интернет-ресурсы остался лишь один только работать который у другого хостинг-провайдера находится когда называется корректура точка ру как честно говоря задрала вот эта тема всякого вот это есть вирус не которые находятся в интернете просто тотальная какой-то жопа какая-то тотальный эти боты которые постоянно пытаются пролезать в сайтах и размещать какой-то доносный контент честно говоря просто задрали до беспредела я участвую думаю какой же формат собственно говоря переходить дальше чтобы можно было по-человечески продолжать работать потому что это просто капец какой-то не знаю как работают там другие там интернет предприниматели как они защищаются но вот ведение блогов на платформах таких как джунгла wordpress и так далее прям становится но проблематичным реально потому что за последний год а так вот да а подобного рода штук шесть наверное было да ни одна из них не дошла до такого состояния чтобы хостинг-провайдер закрыл сайт то есть обычно кто ругался в основном ругался яндекс даже google не ругался ругался яндекс а сейчас вот такая фигня поэтому ребят смотрите все новости социальных сетях на тех же самых сообществах во всех социальных сетях таких как facebook вконтакте в одноклассниках и в моем мире на mail.ru есть значит я и везде присутствую как я под именем своим всегда везде михаил шилов а также у меня есть там куча сообществ которые называются макевара постановка удара доктор шилов корректура вот боевые искусства вот так вот и будушин везде есть и там все будут анонсы новости по поводу акций по поводу продукции нашей то есть оттуда сейчас будет идти основная как бы эта тема те те же ребят кто а подписан на рассылки на мои вы рассылки будете получать но там находятся в рассылках ссылки на материалы материалы расположены на этих сайтах которые хостинг провайдер пока временно прикрыл поэтому материал вы не получите вы не удаляете сами рассылки эти письма а сохранить их потому что мы эти проблемы порешаем все сайты заработают очень скоро и есть ссылки они не поменяются они соответственно останутся все доступны и вы получите все эти материалы но в любом случае нет худа без добра давно пора давно наступало время когда нужно было пересмал уже нужно пересматривать форматы ведения всей этой системы блогов видео и всего прочего делать более актуальным более современным это все короче говоря сейчас этим и займемся то есть вот этот вот сам сигнальчик да тревожный он является щелчком стартовый пистолет для того чтобы начать глобальную перестройку все эти темы вот и если вы что-то посоветуйте какие-то у вас есть мысли то я с удовольствием эти мысли выслушаю вот а теперь другие новости вчера начался семинар начался семинар доктор йорги в иваново семинар по карате фудокан завтра у меня планируется так и стация на пятый дан честно говоря не буду врать я волнуюсь по этому поводу причина для этого есть знаете как это с выглядели сами ситуации сюда забили так что то что я знаю я знаю на 5 со плюсом а то что не знаю ты не знаю совсем и вот ситуация такая выглядит что я как тот начнете который собирается идти на нот экзамен знаю только половину билетов но узнаю их на 5 с плюсом гадая выпадет ли мне эти билеты которые я знаю а что я не знаю и в том что я тренерской деятельностью непосредственно в карате фудокан не занимаюсь уже долгие годы один из разделов аттестации на 5 дан это знание специальные по поводу того как как тренировать других людей на разряды подводя их на данный на дан тесты вот так что что касается технической части в отношении себя я тут как бы все нормально то есть катакуме ты яйтих он готов а вот к теоретической сам части в разделе преподавания честно говоря далеко не совсем вот здесь вот может быть большой у меня минус да а просчет то ничего дело в том что хотелось бы конечно получить разряд за мастерство мы посмотрим как это будет выглядеть вчера вообще было классно тренировка была своя очень самки тяжелый днем буквально потом через два часа была тренировка на семинаре сегодня вот отменили в 11 часов с семинарскую тренировку и следующая будет только в пять вот как раз там есть время чтобы подточить какие-то нюансы и тонкости посмотрим что из этого дальше будет потом значит уже послезавтра начинаются соревнования которые пройдут два дня в этих соревнованиях я тоже планирую принять участие выступать правда буду только в разделе ката для меня это наиболее интересным почему потому что я в этом разделе не выступал уже кик знает сколько лет вот поэтому мне просто будет в кайф отряхнуть так сказать смысле стариной на чемпионате россии это круто вот так вот вот такие планы что же касается проекта корректуры и питания скажу вам что я на эти дни дал себе в еде легкие послабления эвник посмотрел я что это за тренажер нет но логику его работы я понял эту тренажер это грибы вот логику его работы я понял в общем то это на самом деле чисто полиметрическая работа она расставанная на контрфазах ну вот практически это точка это тренировка точки киме в некоторой степени вот по поводу колбел я чуть не понял можно тренажер а проемник смогу сказать только реально что так тогда когда поработаю сам на нем чтобы посмотреть какой будет отдаленный перспективе сам тема но с тем что демонстрирует с девочка на видео и тренажер но тут и не имеет общего ничего фишка знаете в чем заключается в том чтобы наполненность самого приема велась уже с самого старта а не в конечной фазе только когда рука уже приходит на мишень и она закрепощаться начинает а потому что когда рывок совершается по нот инерции вот эта колеблющая часть нотовника расставится сзади и поэтому руку расслабить нельзя иначе она затормозится этой частью приходится еще больше наращивать скорости поэтому наращивание скорости приема идет не только в старт то есть когда только старт начало и потом в самом конце а старт и продолжение идут очень быстро приходится после старта еще больше наращивать скорость движения руки и это конечно позитивный момент но это как я это понимаю и как я это вижу в плане как эксперт по биомеханике но хотелось бы самому это поработать логика вообще понятна поэтому с удовольствием я поработаю на таком сам тренажере если мне кто-то его там подарит сам покупать не буду мне друзья поверьте хватает над чем работать но с какими-то тренажерами а я других сам способов увеличения сам скорости приема знаю еще миллион как я люблю макарошки мы только знали так можно пояснить что такое видикул дел к чему относится то а я наверно догадываюсь наверно к соревнованиям по ката что-то его это не девчонок ну да точно пусть так и будет займемся танцами учили танцев как в правосе там учителя танцев преподавали фитоваде на мячах и 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 я совсем не волнуюсь вообще меня больше на волнует экзамен тем более что он уже состоится завтра лучше извините что жру у меня почти эфиры все прямые все проходит как я уже говорил всегда никто меня не видел раньше в процессе каких-то мероприятий когда ей либо за рулем еду либо ем значит по поводу резины что упражнение с резины вообще хороши для бойцов я считаю вот они позволяют безусловно наращивать общую стартовую скорость понимаете дело вот что значит объясню немножко ситуацию дело в том что когда человек работает с массой собственного тела ему достаточно эту массу только бросить вперед если она уже начинается разгоняться то как бы дальше работает эта масса непосредственно сама по себе можно в эту в это ничего не добавлять и она долетит там до мишени так как надо это используют и так и хочет работать над организмом он потому что хочет оптимизировать свои затраты на достижение цели свою цель он видит не в ударе как таковом в донесении до мишени той части тела которую вы туда выбросили вот и поэтому если рука там уже полетела на мышцы уже не работают чтобы туда добавить в полной мере чтобы добавить в это движение еще то есть выключилась 2 стартовая ступень 3 4 все на той ступени работы некоторые мастера которые работают долго они умеют еще подключать вторую ступень от момент контакта с мишенью до момента когда ударная часть уже проникла в мишень и там остановить ее надо двухфазность работа с резиной позволяет заполнить вот это пространство ненаполненного приема то есть от начала старта и дом дом а момента контакта с мишенью если момент для того чтобы не потерять начальную стартовую скорость приходится подключать новые и новые мышечные волокна быстрые в итоге когда это происходит без резины уже запоминание происходит да это происходит и в живую на самом деле только там ничего не сдерживает и поэтому прием подпитывается в скорости по нарастающей на протяжении всей фазы и поэтому удар получается и быстрее и сильнее а самое ценное что если мишень вдруг окажется по какой-то причине ближе чем вы предполагали противник делает вам шаг навстречу например то дальше она получится наполнены они сломаются а противника ну то же самое касается перемещений если вы стартанули ногами и дальше продолжаете ими работать активно то есть толчок усиливаете на протяжении всей фазы движениям другие это движение без резины будет намного сильнее и быстрее так что все работает единственное нужно подбирать все так упражнение чтобы сопротивление резины было прямо обратно по вектору на моему движению который вы совершаете я поясню то есть если вы двигаетесь вперед то резину нужно закреплять от пояса на уровне центра тяжести и четко параллельно полу потому что вы перемещаетесь а параллельно полу они снизу где-нибудь тогда вектор сопротивление резины будет направлен под углом вниз и реально выдвигаясь вперед резина будет вам давать сопротивление немножко нету будьте противодействовать не там не той силе которую не по тому вектору который вам нужен для реального сме приема и когда вы резину снимите то вот это вот неправильная работа внесет неправильную корректировку в технику понимаете поэтому резина должна идеально быть прям противоположны по вектору начать вашего движения или движение этой части тела которые вы работаете вот это принципиально ясно ну что друзья хочу на этом эфир нашу принять закончить если вопросов больше нет могу сказать одно мне сейчас углеводиков то побольше в эти дни потому что меньше энергетика понадобится просто в очень большом количестве для мозга и для тела и так как адреналина будет больше то и на энергетические самозатраты которые связаны с повышенным самовыбросом адреналина точно люблю повеселиться особенно пожрать двумя-тремя батонами в зубах поковырять вот так вот я же буду кофе пить ладно друзья покушал и вам желаю всем того же получить удовольствие от еды вот и питаться правильно давайте до завтра скорее всего то есть и фирма и 8 часов утра всем пока